Зеленский биг-бенд из Института искусства Рубинштейна готовит большой концерт в честь основателя кафедры эстрады Виктора Зеленского. Говорят, это будет особенный концерт. Подробности у Катерины Воронченко. Звучит «Сарелесенцария» – сложное и многогранное произведение Виктора Зеленского. Преподаватели – основатели самого большого отделения музыкального института Рубинштейна. Кафедры музыкального искусства эстрады. На сцене – джазовый зеленский биг-бенд. Виктор Григорьевич основал джаз, скажем так, здесь, в Пернестрове. Он первый на официальном уровне открыл кафедру, где мы смогли изучаться. Он нам дал все то, что он знал. У него очень был богатый опыт на этот момент. Наша кафедра открылась в 1991 году, и благодаря его стараниям и вложениям мы до сих пор продолжаем его дело. Большой концерт джазового биг-бенда Института искусств будет состоять из произведений авторства Виктора Зеленского. Авторские композиции и аранжировки произведений Зеленского исполняют его ученики. Среди них – участники Евровидения Паша Парфени и Анна Адабеску. Мы сейчас репетируем песню, которая будет звучать в концерте. Песня, которую сочинил Виктор Григорьевич Зеленский, называется «Песня Мэри Леди Саря». Сейчас мы репетируем самый сложный момент в этой песне. Он называется «Дойна». То есть он звучит только под компонент фортепиано, и у них такой вот идет союз между вокалистом и пианистом. А потом уже начинается ритм и вступает весь оркестр. Эта песня вообще не прям лирическая, в ней достаточно много громкого… Да, нет, не драмы, наоборот, больше здесь мощи в этой песне, потому что здесь есть рок-отрывки. И она вначале начинается лирично, нежно, а дальше уже все нарастает, нарастает ритм и уже доходит до какого-то определенного пика. На концерте выступят и наши известные артисты Юрий Гуров, Петр Длужневский, Наталья Кирка, Ольга Фрунзе. Ну и, конечно, студенты и преподаватели Института искусств. Программа неимоверно сложная. Виктор Григорьевич был, знаете, такой альтернативный такс-сансовый музыкант. Он не писал что-то такое традиционное, легкое, а вот именно сложное. Очень не все ее поймут, я могу сразу сказать, музыка сложная. Концерт пройдет 28 апреля во Дворце Республики. Организаторы, говорят, зрители обязательно останутся под сильнейшим впечатлением, на которое способен только джаз. Катерина Воронченко и Владимир Погоня, ТЭСВ.